Солигорск! Солигорск! Дистанция 23 километра у меня. Думаю, что пока я буду бежать, мой взгляд зацепится за красивые места вашего города. Я бегу на дистанции 5 километров. Настроен очень хорошо, заряжен. Организация очень на хорошем уровне. Вообще все великолепно. Поздравляю ваш город с юбилеем. Уникальный забег прошел в Мяделе, Кополе, Заславле и других городах. Но именно в Солигорске на соревнованиях зарегистрировалось самое большое количество участников – 700 взрослых и около 600 детей. Радует то, что еще побегут, заявились сотрудники Белкалия. Белкалия, значит, сами шахтеры принимают участие как на 5 километров, так и на 20 километров. В рамках забега спортсмены соревновались на нескольких дистанциях. 5 километров атлета бежали по городу, а 22 километра 800 метров – к первому рудоуправлению. Для детей была определена трасса в 100 метров. В забегах приняли участие дети двух возрастных групп – 4-6 и 7-8 лет. Не было темпана вязать. Я бежал в 100 метров. Мне дали вот такую классную медаль. Я первый прибежал. Я прибежала сегодня первая, и я получила первое место. Изможденные, мокрые, но довольные собой, участники прибывали к финишу, где их встречали бурными аплодисментами зрителей соревнований. Очень красивая трасса, насыщенная, очень красная, но тяжело бежала. Вы стали просто пятеркой, вы не ожидали пятерку? Ну, хотелось попасть в пятерку. Вот, я это сделала. Я довольна. Сразу хорошая, немного тяжеловатая. Ну, нормально, терпимо. День свадьбы сегодня у нас. День свадьбы, годовщина. Решили провести со спортом ее. Да, 7 лет совместной жизни. Пару лет назад мы дали себе обещание, этот день отпущать как-то интересно. Интересно. В прошлом году мы прыгали с парашютом. В Одессе прыгали с парашютом, там море прикольно было. А вот сегодня решили пробежать. На эту дистанцию надо готовиться однозначно. Горки. Она веселая, конечно. Нет монотонности, но, по крайней мере, для меня достаточно сложно. Церемония награждения победителей забега состоялась на центральной площади города. Награды и кубки самым быстрым пекунам вручил директор гиганта в сфере производства калийных удобрений Иван Головатый. А также все участники забега получили памятные сувениры – медали с логотипом соревнований «Шахтер Трейл». С учетом того, что это была пересеченная местность, местность нашего предприятия, где-то по суббалам бежали. Я хочу вам подарить вот эту картину с видами предприятия нашего. Ну и я думаю, в следующем году мы немножко пересеченной местности добавим. К слову, призовой фонд уникального республиканского забега был весьма богатым. Первые пять мест на дистанции более 22 километров, а взрослой группе были награждены денежными призами от 1000 до 200 рублей. За преодоление дистанции в 5 километров призовой фонд составил от 500 до 200 рублей. На пятерке занял третье место. Очень доволен. Это первая, скажем так, такая моя победа в абсолюте. Поэтому я очень рад, что у меня получилось. Получилось.